Всем привет! С вами канал SilverFox Бонсай в России. Итак, сирень Майера или Мейера. Последний год, в том году у меня как-то не получилось сделать видео, да и фотки такие были, не такие цветения, но в этом году такое довольно-таки мощное цветение, хотя я еще большего ожидал, но я думаю это на следующий год будет еще большее цветение. В работе, ну, знаешь, ей лет 5-6, наверное, плюс сколько у меня, по-моему, третий год в работе или четвертый, даже не знаю. Особо я с ней ничего не делал, покупал, была палка, единственный кривой ствол был, ну, кому надо, на сайте у меня посмотрите или в ранних видео там есть. Вот. Когда я купил, и что-то домой я принес, как-то посмотрел, пожалел, что я купил, не очень как-то не понравилось совсем. Ну, потом что-то так, раз-раз, сделал, сделал, обрезал, сделал наклон. Формируется элементарно, кстати, в сирене, очень легко. Вот. Мне не дали, как в начале года, мне стали ссылки присылать люди, которые занимаются бонсай, на одно видео. Я посмотрел, ребят, я был в шоке, реально. Видео вообще ни о чем, ни о формировании, ни о чем. И показывают сирень, ну, так что-то рваное какое-то убожество. Просто. Это те люди, которые занимаются, как бы занимаются очень давно. Я в шоке просто. Я посмотрел, у меня настроение испортилось. Насколько не понимать дерево само, я даже не представляю. Я человек без образования, без биологического. Я делаю свободно почти любые вещи. Просто надо понять. Если уж снимаете видео, либо рассказываете что-то, либо просто показываете результат хороший, а не разную хрень. Ну, так поехали, ладно. О грустном немножко это закончил. Вот так вот смотрится эта сирень. Я думаю, результат очень достойный. Как я говорил, на уровне. Не знаю, есть в России лучше, нет. Не знаю, по крайней мере, не видел. Может быть, и есть у кого-то у тихушников. Ну, до сегодняшнего дня я не видел. Хотя, почему вот не купить и не сделать. Вот такие маленькие цветочки. Все это культурненько, аккуратненько. Ствол довольно-таки толстый, кривой. Бонсаница Россия. Шальные 90-е. Мне очень нравится. Я говорил, их три штуки. Столик. Китай. Он, вот этот столик, он как-то, ну, типа, как серебряная проволока вбито. Я не знаю, что это за такое искусство. Как называется, понятия не имею. Ну, и бог с ним. Мне как-то это не очень. Вот. Мне что нравится у этой сирени, я сформировал. У него, так скажем, крыша. Вот так вот сейчас. Практически плоская. Ну, я, наверное, так и буду гнать. И в дальнейшем ее, чтобы была плоскость. Может быть, шире сделаю. Не знаю, там. Еще вот так где-нибудь. Не знаю, посмотрю. Как, что она выдаст, что не выдаст. Вот, так что, немножко я вас и здесь порадовал цветением. Ну, у меня в этом году довольно-таки много чего не цвело. И сейчас зацвело. И потом будут видео, значит, двух лип. Мелколистная и лицениата. Цветущие. Они ни у кого не цвели в бонсай. Да и мало у кого есть это. Цветущих точно нет. А вообще у нас, у меня, если взять липы конкретно еще, наша вот эта подмосковная, у меня уже три вида лип. И все три вида лип у меня либо цвели, либо цветут. Но в этом году, наверное, вот эта подмосковная, наверное, цветков не будет. Ну, два года подряд были цветки. По крайней мере, я знаю, что у меня они цветут. Вот. Ну, скоро я вам буду ягодки показывать. Где какие ягодки уже будут. Клен. Огненное сияние. FireGrow. Я уже как бы анонсировал. Буквально я буду показывать через дней 10. Это то, чего я добился. Какого результата мы вместе с кленом добились за полтора месяца. Ну, видите. Очень интересно. Ну, он и клен такой, поверьте мне, козырный. Просто. Не козырной, а козырный вот именно. Он красный, тёмно-красный такой. Это обычное его состояние. Осенью он будет вообще кровяной. Ну, ладно. Я, в принципе, рассказываю это о сирене. Ну, больше я не знаю. А, вот. Значит, листики, да, на сирене. Вот такой сейчас. После того, как опадут кисти, завянут, листья примерно будут в два раза больше. Но не более того. То есть, это такая самая бонсайно-бонсайная сирень. Самое-самое то, что надо для бонсай. Здесь не надо ни с листьями геморроидца. Здесь не надо их не уменьшать. Они сделают то, что надо. Ну, на этом, наверное, всё. Всем пока. Не болейте. Всего хорошего.